Здарова, ребята! Спустя две недели Apple выпускает, наконец-таки, iOS 16.5, бета 3, и в этом видео мы с вами посмотрим, что же в ней нового. Если вы хотите быть в курсе новостей яблочной компании, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, там самые быстрые, самые оперативные новости из мира Apple, ссылочка в описании. Эта бета-версия доступна для всех поддерживаемых устройств, напоминаю, что это iPhone 8 и выше, и iPhone SE 2 и выше. Скорее всего, когда вы смотрите это видео, уже вышла и публичная версия. Размер этой прошивки для iPhone XS 459 МБ. Также Apple выпустила третье бета-версии iPadOS 16.5, MacOS 13.4, WatchOS 9.5, tvOS 16.5 и HomePod OS 16.5. Номер сборки этой версии 20F 5050F. Несмотря на то, что Apple поменяла то, как мы с вами получаем бета-версии, я по-прежнему получаю эти бетки по тому профилю, который был у меня установлен ранее. Напомню, что эти профили, по идее, должны перестать работать, и единственный способ получить девелопер бета, это зарегистрировать конкретное устройство в программе для разработчиков Apple за 100 долларов в год. Для устройств iPhone 14 Pro, 14 Pro Max в этой версии была обновлена прошивка модема. Соответственно, если были какие-то баги на предыдущей версии в сотовых подключениях, то должны в этой версии это все исправить. У некоторых пользователей США стало доступно Apple Pay Later. Напомню, что это некая такая рассрочка, когда вы покупаете, ну скажем, новый телевизор, то тот платеж делится на 3, на 4, на 5 равных частей, и просто у вас каждый месяц списывается эта сумма с карточки. Это некая такая беспроцентная рассрочка. После того, как я обновил свой iPhone на 16.5 Beta 3, приложение Home повисло вот в таком меню, и ничего я с этим сделать и не могу. Покажу вам тогда на iPhone 13 Pro Max, на котором установлена последняя официальная прошивка 16.4.1. Теперь в приложении Дом, если вы зайдете на HomePod, то у вас появится новая вкладка, которая называется «Распознавание звука». Если HomePod услышит где-то сигнал датчика дыма, то он немедленно отправит вам уведомления на iPhone, на Apple Watch, в общем, на то устройство, которое рядом с вами. Да, это не нововведение iOS 16.5 Beta 3, но тем не менее, если вы являетесь обладателем HomePod, обязательно зайдите в приложение Дом, и в настройках HomePod у вас появится опция «Включить вот эти вот уведомления», обязательно это сделайте. В прошлых бета-версиях нам показали, что Siri могла записывать экран с команды, в прошлых версиях это не работало. Давайте посмотрим, поправили ли это сейчас. Сделай запись экрана. Ну, собственно, как и в предыдущих версиях, ничего не починили. Точно так же на команду «Сделай запись экрана» она просто делает скриншот. Также мы теперь с вами можем устанавливать обновление, если на нашем устройстве меньше 50% аккумулятора. Раньше нужно было обязательно дождаться больше 50%, чтобы аккумулятор был заряжен. Теперь нам этого делать не нужно. Нововведений в этой версии не так много. У меня есть мысли, что все основное у нас идет в iOS 17, вложено в разработку iOS 17. И iOS 16.5 это своего рода такая стабильность и работа под капотом. В общем, все основные нововведения Apple, на мой взгляд, сосредоточены на iOS 17. Что касается багов этой операционной системы, то здесь есть баг с показом уведомлений. Уведомления как бы плавные, но иногда они подгружаются не сразу. Очень странно, на самом деле, эта проблема тянется с первой бета-версии. Почему спустя уже три бета-версии они это не поправили? По релизноуту здесь, в принципе, все то же самое, что и было во второй бете. Все сосредоточены исключительно на обновлении протокола Matter, аксессуаров протокола Matter, чтобы они более стабильно работали и подключались, чтобы обновления были более гладкие и быстрые. Соответственно, опять же, моя теория подтверждается, что это работа под капотом. И все основные фишки у нас с вами идут на iOS 17. Работа от аккумулятора на этой бета-версии осталась на прежнем уровне. Я обновил систему, ушло всего лишь 4%. Телефон лежала всю ночь включенный и высадил у меня около 4%. Тоже это не так много, 4-5%. И я пользуюсь телефоном, как обычно. В общем, плюс-минус все то же самое, как и на предыдущей бета-версии. И, кстати, во время обновления он даже и не нагрелся. Производительность этой бета-версии, на мой взгляд, точно такая же, как и предыдущая. Ничего нового я не заметил. Точно так же все работает, никаких подлагиваний и фризов нет. Единственное, да. Я вам показывал, что да, уведомления немножко глючат. Но, опять же, это бета-версия, это не релизная версия. Скорее всего, это поправят. А так, в целом, система ведет себя крайне стабильно. Ну и давайте пробежимся по тесту Geekbench. В сингл-коре стало 1112. В предыдущей версии было 1116. И в предыдущей версии было в мультикоре 2191. И стало 2161. Производительность по цифрам упала. И на самом деле, это уже приходит в какую-то недобрую традицию. С каждым обновлением производительность, по крайней мере, iPhone XS начинает снижаться. Конечно же, это не очень хорошо. Но, тем не менее, в обычном процессе использования вы это не заметите. Стоит ли устанавливать сейчас эту бета-версию? Я думаю, что не стоит. Опять же, в ней нет вообще ничего интересного. Нет никаких новых функций. Ну, разве что Apple Pay Later. Ну, и так, скорее всего, это запущено удаленно. Здесь вам не нужно будет обновлять iOS. Ну, и также это доступно для пользователей из США. А так, это обычная бета-версия, в которой, опять же, повторюсь, нет вообще ничего нового. И все силы, скорее всего, брошены исключительно на iOS 17. Так что, я вам не советую ее ставить. Ну, разве что, если у вас есть какое-то запасное устройство, и вы сейчас на второй бетке, либо на первой бетке, тогда да, можете поставить. Не забывайте подписаться на наш телеграм-канал, ну, и также на группу ВКонтакте. Там много интересного. Я буду с вами прощаться. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok